Привет, подписчики и подписчицы! Сегодня я вам буду рассказывать о том, почему стоит послушать группу Alice in Chains. Я, да, буду рассказывать это на русском, потому что в интернете очень мало видео о них на русском языке. И я решил, что кому-то это будет интересно. Ну, для начала я расскажу о том, как я их начал слушать. Ну, получилось это достаточно смешно. Я, короче, искал просто песню Alice группы Sisters of Mercy. Они готик-рок играют, там, постпанк. Вот. И случайно наткнулся вот на Alice in Chains из-за того, что там название совпадало. Вот. Ну, и мне попалась песня Rooster. Она постоянно мне там, типа, после этого Alice, короче, Sisters of Mercy шла песня Rooster. И, короче, что-то она меня зацепила. Прямо, ну, сначала такое мелодичное какое-то вступление. Там, значит, куплет такой вначале спокойный. Вот. А потом в середине припева там начинается вот это вот рубило. Вот это вот одна тоже из моих... Ну, это та песня, после которой я понял то, что... Походу, я их буду слушать теперь. Вот. Ну, группа достаточно интересная. У них гитарист очень неплохо играет. Вот. Они выступали на такой движухе, как MTV Pludgett. Вот. То есть там, где, значит, вот эти вот... В начале 90-х годов в основном выступали группы, которые какое-то отношение к гранжу имели. Ну, не только к гранжу там. Ну, вот Alice in Chains, Nirvana, там, Pearl Jam выступали. И, короче... И Alice in Chains со своим акустическим сетом там тоже присутствовали. Вот. Что еще могу сказать? Мне очень нравятся песни Down in a Hole. То есть, ну, если там дословный прям перевод вниз в дырку. Вот. Там такое вступление гитарное. Вот. Еще отличная песня Love, Hate, Love. Это песня, где он берет, ну, вроде как одну из самых высоких своих нот. Я пытался померить. И, по-моему, это C... Ну, именно, который он в песне там брал. Это C второе, по-моему, октава получается. Ну, то есть там, где уже переходит в эти миксовые ноты, когда уже поешь не только в тембре, ну, в своем... в грудном звуке. Но уже дальше идешь. Вот. И у него еще интересное расщепление. Очень мощные резонаторы. У Лейна Стейли, это вокалист группы Alice in Chains, если кто не знает. Вот. Поэтому интересно послушать его вокал. Хоть многие его перепевали. Есть даже видео, кстати, на голосе. Но не русском. На войсе, получается. Не помню, какой страны. Вот. Там, значит, мужчина поет песню Man in the Box. Ну, и тоже там заработал много лайков там. Ну, и дизлайков тоже, потому что, ну, там, не все поняли прикола. Вот. Ну, Лейна может, конечно, не сравниться. Хотя, может быть, кто-то и очень даже оценит его вокал. Потому что там, в принципе, все достаточно технично сделано. Мимо ноты, ну, особо не промахивается. Вот. Так что вот тоже можете глянуть. На ютубе этот видос есть. Там, где этот чувак на голосе поет Man in the Box. Вот. И что еще могу рассказать? Вот. Ну, то есть, мне не очень близка как-то подача Лейна Стейлин именно во время живых выступлений. Ну, вы меня, конечно, можете обвинить в том, что... Да ты как смеешь, он там крутой фронтмен. Но мне кажется, он больше как-то вот за счет своего вокала выехал. Потому что это было... Тем более, по тем временам вообще что-то такое необычное. Вот. А вот именно как фронтмен, ну, я видал явно кого-то поинтереснее. Потому что Лейн Стейлин, он как бы особо не двигался на сцене. То есть он... Но при этом он следил за вокалом всегда. Вот у него там прям... Все четенько, как положено. Да вообще группа Лейсон Чейнс, они достаточно техничная группа. Есть, конечно, может и более замороченные там... Которые над звуком еще больше работают группы. Но при всем при этом они... Не лажали особо. Ну, по крайней мере, я даже не замечал такого. Сколько я живых выступлений видел. Вот. То есть там даже Джерри Контрол, это гитарист, который многие песни пишет. Даже большинство песен. Мне кажется, не меньше, чем Лейн Стейли писал. Он, значит, тоже заморачивается по поводу звука. Там соляки играет. Вот. Причем как на акустике, так на электрогитаре. Вот. Значит, басист у них... Насколько я помню, он умер. Который вот был тогда, в те времена, так сказать, золотой состав группы Listen Chains, если так можно сказать. Когда там вот был Лейн Стейли, Анджелли Контрол. Когда... Ну, до какого там года. В 2002 году Лейн Стейли умер. Он, значит, от наркотиков. К сожалению, погубили они его. Вот. Ну, многие хорошие музыканты, к сожалению, были... Были наркозависимыми. И это... Общепризнанные факты уже. Вот. Ну, не знаю. Может, он что-то искал. Для своего творчества в них. Может, просто. Кто его знает. Вот. Ну, в итоге, вот он последний... Он в последнее время, я как-то читал его интервью. Он уже понимал, что... Скоро умрет. То есть, у него уже здоровье подрываться начало. Ну, вот он там раскрывал свои какие-то факты. Ну, и... В итоге все. К сожалению. Умер в один день. Там, по-моему, 5 апреля 2002 года. Вот. С Куртом Кобейном. И... То есть, получается, на 8 лет позже него. То в 94-м умер. Это в 2002-м. Вот. Ну, в клуб 27 уже не вошел. Он там был постарше вроде как. Не помню, сколько ему лет. Вот. Ну, постарше. И... Потом к ним пришел новый вокалист. Такой... Ну... Темнокожий. Вот. Ну, тоже его все хвалят. Он вполне справляется с ролью Франкмена. Ну, может, конечно, это не те или сенченцы, которые были тогда. Но... В принципе, я бы не отказался попасть к ним на концерт. Даже в таком составе. И пускай они уже там даже достаточно старенькие в какой-то степени. Хотя тоже еще могут там что-то изобразить. Ну, может, не так, как тогда там. В каком-нибудь... Там, в 93-м году. В 94-м. Вот. Но... Но все равно, я думаю, послушать живую их песню. Как бы... Тем более, у них выходят там... Новые песни до сих пор выходят. Периодически. Вот и там. Ну, по крайней мере, за последние 10 лет точно выходили. Вот. И клипы выходят. Так что они вполне себе еще функционируют. Вот. Вот. А вот то, что было тогда. Вот. Они... Ну... Живые выступления у них, конечно, высокотехничные. Но вот именно подача мне не очень, если честно. Вот. Бывает группа куда более так со зрителями как-то взаимодействуют. Хотя, с другой стороны, вот, у них сами зрители очень даже такие энергичные какие-то. Там прыгают постоянно какие-то замесы. Ну, там все вкрутятся, перемешиваются. Тоже прикольно. Вот. Ну, то есть, музыка у них, конечно, очень даже такая... Дает энергию какую-то свою. Она по большей части своей лирическая. Вот. Но есть тяжелые песни, типа... We Die Young. То есть, мы умрем молодыми. На нее тоже есть клип там такой, снят такой в кислотном стиле. Вот. Ну... Интересный клип, кстати, прикольный. Не особо понимаю, что там происходит. Вот, если знаете, напишите мне. Просветите. Вот. Еще клип на песню Grint, если я правильно произнес. Там, где, значит... Там Jerry Control на таком зеленом фоне, значит... Ну, то есть... Не то, что даже на зеленом фоне, там с зеленым освещением стоит. Этот... Лейн Стейли там тоже. Вот. И, значит... Там старик, значит, пытается попасть в рай. Там что-то не так идет постоянно, короче. Вот. И еще там пластинные фигурки тоже какие-то там, значит... Ну, как чертики какие-то. Может, не чертики, но... Значит, какие-то персонажи из ада. Там фигурируют постоянно. Ну, прикольные клипы. Такая музыка своеобразная. Вот. Припев прям такой... Прям весь в гранже, я бы сказал. Вот. Тоже интересный клип. Советую посмотреть. Получается, Видо Янг клип. Вот этот вот Гринд. Классный клип. Мэн ин зе бокс. Мне клип нравится. Рустер, ну, кому как. Но мне что-то не особо зашел. Там про войну. Вот. Ну, тоже можете посмотреть. Там достаточно длинный клип. Вот. Песня... Клип на песню Мэн ин зе бокс. Значит, я его посмотрел еще шесть лет назад. Это было очень атмосферно. И вот это, наверное, самая моя любимая песня их. Потому что, когда я послушал, ну, мне... Она так периодически там... Ну, я ее слышал, слышал. А потом она меня что-то раз и зацепила прям. Вот. Припев на высокой ноте там. Not if I feed my eyes. Вот. Это, конечно, да. Очень мощно. И сама вот эта атмосфера, типа, вот он находится, значит, в каком-то оточении. Ну, Мэн ин зе бокс, наверное, там какая-нибудь, может, метафора. Ну, видно то, что он в какой-то деревне там, колхозе. Вот. Я тогда тоже прям, когда... Как раз я находился в деревне в это время. Там у родственников. И очень атмосферно было послушать эту песню, типа, вот, как-то она меня как будто поддержала в плане того, что, ну, хотелось немного, да, домой из этого всего выбраться. И вот как раз тут, типа, там что-то происходит такое. Ну, опять же, может, вы знаете какой-то другой смысл этих песен, тогда обязательно пишите. Потому что я просто, ну, не в совершенстве владею английским. Поэтому, может, вы что-то в них свое найдете. Или знаете вообще что-то об этих песнях. Вот. Ну, и песня Wood, конечно. Это, наверное, одна тоже из самых известных песен. Вот. Ну, она мне, я бы не сказал, что прям моя самая любимая. Но тоже достаточно есть, короче, чем зацепить в этой песне. Вот. Мало известные их песни. Достаточно странные. Вот. Но тоже могут зацепить. Вот, Джанг, какая-то прикольная песня. Вот. Там про наркотики, короче. Там, ну, тоже вот это вот Лейна Стейли, конечно. Он прям, когда поет эту песню, прям чувствуется то, что что-то его, к сожалению. Вот, ну, это все, конечно, вот, как видите, к добру не привело. И сейчас вот Элисон Чейнс уже без него. Вот. Поэтому. Но, тем не менее, песня неплохая. Там прикольный проигрыш. Ну, не проигрыш, это получается прям припев сам. Там, значит, басовая партия такая прям, как бы, контрастирует. Сначала вокал идет, потом бас там что-то изображает. Такой переборчик там. Рифачок, я даже сказал. Вот. И... Там тоже достаточно высокий нот он берет. Там мощный резонатор у него явно включен в вокале. Подача звука мощная. Вот. И приятно послушать. Ну, не всем, конечно, это тоже такая музыка любительская, я бы сказал. То есть, любителям гранжа, я думаю, многим дойдет. Потому что Элисон Чейнс, они же входят вот в эту легендарную четверку гранжа. То есть, там, Нирвана, Перл Джем, Саунд Гаден и Элисон Чейнс. Четыре там вот этих самых крутых группы в гранже. Ну, как самых крутых. Не факт, что самых крутых, но самых масштабных, так скажем. Вот. Их прям выделяют отдельно. Хотя вот Перл Джем, допустим, я бы... Ну, у них есть, да, вот песня Джереми, она прям гранж. Вообще. Характерно для этого. Вот. Ну, не все песни прям я бы отнес к гранжу. Конечно, они такие еще альтернативные достаточно. Больше вот прям, именно как жанр альтернативы отдельный. Они больше вот к нему, мне кажется. Хотя вот ранний Перл Джем, даже альбом Тен, он во многом, да, там есть вот это все. Ну, сейчас, ладно, не о Перл Джеме. Они там уже, тем более, ушли. Вообще на себя не похожи совсем. Вот. В плане звучания. Вот. А вот Alice in Chains, конечно, у них такой вот переход был. Ну, и вот еще песня Angry Chair. То есть, злой стул, если дословно переводить. Тоже интересный клип, очень классный. Там Лейн Стейли, значит, сидит на стуле. Там змея вокруг него ползает. Там какие-то... А, лемурб у него на плече сидит там еще. Вот. То есть, тоже такой интересный клип. Замороченный. Там тоже с каким-то наверняка философским подтекстом, я думаю. Не просто так там. Что-то злой стул. Необычно. Ну, для Гранжа вообще часто вот такие текста у них. Там постоянно какие-то сады, что-то все грязное там. Что-то непонятное происходит. Какие-то вещи. Вот. Ну, и для многих групп характерно. Вот. Ну, вообще, мне кажется, вот это вот... Теперь подытожим уже не только про Alice in Chains. Вот это вот время Сиэтла. Когда, значит, там в начале 90-х годов организовалась даже в конце 80-х еще вот эта вот вся тусовка. Грин Ривер, Матхани и так далее. Вот эти все группы. Вот. И вообще в Сиэтле в целом получилось так, что все эти группы, они, ну, не то чтобы прям конкурировали, но, может, какой-то смысл в этом есть. То, что они стремились сделать музыку круче, чем их коллеги. Вот. Может, ну, для кого-то они были там не коллегами, не факт, что они все ладили. Вот. Но даже вот группы, которые там были очень даже неизвестны, ну, то есть сейчас уже, они были тоже интересны. То есть они не пустышки, которые там написали какой-то хрень, а просто спели ее. Такие группы все равно стоят того, чтобы их послушать. Даже несмотря на то, что сейчас они уже как-то позабыты. Вот. Я много находил. Вот, например, группа Grand Track очень классная. Вот. Песня Slow Scotch. И не только эта песня. Они там, припев такой прям вообще уносит куда-то. Вот. Ну, то есть есть что послушать, помимо Alice in Chains. Ну, и вообще они просто вот как-то выбились из этой тусовки чуть выше, чем другие. Но у многих групп, Candlebox, не помню, Сиэтл, они, ну, вроде как, да. Вот. Ну, вот многие группы, в общем, гранжевые, особенно времен Сиэтла, которые вот там, это конкуренция как бы здравая. Ну, то есть не то, чтобы они прям хотели друг друга затопить, но они хотели сделать круче, что-то своеобразнее. Они экспериментировали. Это когда все только зарождалось, конечно, было прям очень мощно. И поэтому там появились вот эти вот все группы, выступали на фестивалях на различных. И есть очень много чего с того времени послушать. То есть, ну, вот я считаю, это один из таких периодов вообще в истории рок-н-ролла, когда прям музыка как-то, ну, была практически на пике вот этом вот, когда пик своего развития. Вот. Там, то есть, инструменты преимущественно, ну, играли там, даже аранжировки особо не использовали, все там, то есть, чисто делали на инструментах. Играли все вживую, там зачастую это все было. Ну, в общем, интересно, конечно, было посмотреть. Это вот было, ну, около 30 лет назад уже. Вот. Не то, что там сейчас вот у нас многие артисты, допустим, просто врубаются что-то и, ну, типа, приходят. Ну, по мне так это вообще неинтересно. Когда ты приходишь, обманываешь своих слушателей, по сути, ты даже, да зачем ты пришел? Если с тобой можно там просто, я не знаю, пообщаться тогда и все. Ну, а где выступление само? Вот. А тогда вот это вот было все прям все... Ну, гранж, он как бы вышел отчасти из панка, из пост-панка. Вот. И может отчасти от хардкора. Вот. И вот Элисон Чейнс, это как одни из главнейших его представителей. И вот этот вот, то, что он вышел, то есть панк, он был до этого достаточно примитивный. Там постоянно, то есть, ну, с вокалом мало кто заморачивался, пели как получается. Вот. Там с инструментами тоже настраивайте, там буквально несколько аккордов, все, хватит. Вот. А тут появился гранж, он хоть и вышел из этого, но он был более замороченный по большей части. Но при этом там любили экспериментировать какие-то диссонансы постоянно там в музыке. То есть, какие-то резкозвучащие интервалы, звуки получались. И из-за этого вот эта вот тема, конечно, развилась так, что появилось много конкуренции. Ну, и Элисон Чейнс, они были одни из главных в этой всей движухе. И поэтому я считаю, что даже если вам не очень нравится, но рекомендую хотя бы, пусть даже там не альбом. Ну, можете альбом послушать какой-нибудь. Вот, например, альбом Dirt или Facelift. У них вот эти два альбома классные. Facelift вообще мой любимый. Ну, и у многих он самый, по-моему, у них такой. Ну, и может, и Dirt тоже достаточно известный альбом. Вот. Вот эти вот два альбома я в первую очередь рекомендую к прослушиванию. Вот. Ну, если нет, то послушайте хотя бы там несколько песен. Вот. В первую очередь. Ну, как я, если и Rooster, и Man in the Box. Вот эти вот две песни прям, они вообще самые, наверное, мощные. Вот. Ну, у них бывают, да, и песни, которые там вот. Junkhead не особо известные. Там Damn the Trilva классная песня. Again. Again. Ну, и Again, она достаточно известная. Там тоже с клипом. Вот. А вот совсем малоизвестные песни у них странные. Я, вот, честно говоря, их не понимаю. Там что-то... Но, может, кому-то они тоже нравятся. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Вроде как все, что хотел, сказал. Ну, практически. Там, конечно, можно много еще рассказывать. Вот. По поводу их выступлений. Кстати, группа The Days Grace заковерила песню Rooster. Ну, как группа The Days Grace. Вокалист, бывший, по-моему, он сейчас ушел, насколько я помню. Не знаю, как его зовут. Вот. Ну, он, значит, тоже интересно исполнил. У него там очень мощные расщепления. Прям такое. Я думаю, многие со мной согласятся, если подсмотрят. То есть, он чисто под акустику, под акустическую гитару, значит, это сыграл. Вот. И получилось мощно. Вот. Еще, значит, ну, много каверов на Alice in Chains, потому что там такие песни, которые можно спеть в разных манерах исполнения. И я очень редко встречаю людей. Вот. Есть группа Facelift, по-моему, называется. Вот там парень поет очень похоже на Лене Стейли. Она не русская. Вот. Ну, можете посмотреть. Facelift называется, по-моему, группа. Вот. Ну, то есть, они вот как прям последователи. Ну, даже не последователи, а вот чисто продолжение, как бы, ну, как трибьют группа. Вот. Что-то вроде этого в основном. Потому что они их песни исполняют и очень-очень похожей манере. Но звучит здорово. И вокал у этого парня классный. Вот. Ну, в общем, это то, что касается каких-то остальных моментов. Там, кто каверил, кто как-то еще с этим замешан. Что я находил, по крайней мере. Вот. Если вы что-то еще находили, можете написать в комментариях мне на YouTube. Здесь или где-то еще. Там найдете меня. Вот. Ну, в общем, я считаю то, что гранж можно начинать слушать с Alice and Chains. Либо, если вы уже слушаете там какие-то группы, пусть даже Нирвану. Ну, хоть и многие там кто не любит, кто наоборот слишком сильно любит, кто еще что-то там. Ну, в общем, вокруг нее слишком много шума. Там всегда было, особенно с момента смерти Курта там. Вот. На это понятно. Ну, и, короче, это одна из моих самых любимых групп. И вот еще мне, кстати, один факт скажу. Вот в панке как-то песни, когда слушаешь, они... Их можно послушать несколько раз буквально. И они как-то надоедают хоть следующего. Но они, да, мощные подачи какая-то есть. Но обычно не на много раз. А вот Alice and Chains песни, да и вообще в гранж в целом, он как-то... Есть такие песни, которые можно будет переслушивать не один десяток раз. Может, даже не одну сотню раз. Вот. По крайней мере, у меня так. То есть, вот я прям точно уже десятки раз, даже сотни слушал песни Rooster Man in the Box, Down in the Hole, там десятки раз слушал тоже. Ну, слушаешь как-то, находишь какие-то интересные, там, ходы. Слушиваешься в это все. Вот. Ну, и с каждым разом звучит все равно что-то есть, что цепляет. Вот. Ну, это вот что касаемо музыки. Там, что касаемо вступлений. Вот, не помню, по-моему, на каком-то выступлении я смотрел. Может, я ошибаюсь, но вот Лейн Стейли, он сиганул прям с большой высоты, короче, в толпу зрителей, там, со сцены прыгнул. Вот. Но я давно это очень смутно так припоминаю, короче, что-то такое видел. Вот. Ну, и, собственно, что еще? Ну, Лейн Стейли тоже там был розовый цвет волос, как у Скотта Вайленда, только из Stone Temple Pilots, который... Только у него, ну, волосы подлиннее были. Вот. Он тоже такой розовый цвет как-то необычно смотрелся. Вот. Интересно достаточно. Он еще там... Когда кучерявый уходит, это Лейн Стейли, когда... С розовыми волосами, когда еще как-то там... Вот. Все его по-разному так вспоминают. То есть, тоже экспериментировал достаточно много. Ну, и, в общем, наверное, все, что я хотел сказать. Вот. По этому поводу. В общем, хорошая группа. Если вам не нравится, напишите, почему. Мне интересно, если вдруг кому-то есть хейтеры этой группы. Ну, я думаю, их не так много. Но если есть за что их обвинить там в чем-то, тогда мне будет интересно почитать. Все равно, ну, с разных сторон все-таки надо знать вот эти вот моменты. То есть, не всем же это должно нравиться. Вот. Но в целом я считаю, что группа интересная. И есть, что в ней цепляет. И есть то, что можно послушать. Ну, вот как-то так. Все. Наверное, буду заканчивать. Уже почти 30 минут разговариваю. Все вам. Спасибо за просмотр. Оставляйте комментарии, самое главное. Потому что я хочу увидеть, что вам интересно. Если вы досмотрели, все-таки я не знаю, досмотрит кто-нибудь или нет. Вот. Тоже напишите, я досмотрел. Вот. Ну, и ставьте лайки, дизлайки. Я буду смотреть. Значит, что там. Какая вам тема интересна. Или интересно ли вам такой формат. Значит, получается ли у меня хорошо. Хотя я сомневаюсь. Но мало кто посмотрит пока. Вот. Но все равно. Ну, в общем, буду заканчивать. Все. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Пишите, на что хотите увидеть видос в комментариях. Все. Пока. Пока.